Привет! Я решил, что моя работа больше не устраивает меня и мои дела улучшатся только тогда, когда я предприму что-нибудь. И что ты собираешься делать? Я собираюсь заняться сетевым маркетингом. Что такое сетевой маркетинг? Компания сетевого маркетинга позволяет создать собственный бизнес, создавая группу дистрибьюторов и клиентов, которые потребляют продукт компании. Это звучит как какая-то пирамида. Что ты подразумеваешь под пирамидой? Когда единственные, кто зарабатывает много денег, это люди на самом верху. Ты имеешь в виду как в компании, где ты работаешь сейчас? Но разве не нужно быть в числе первых, чтобы зарабатывать деньги? На самом деле, в хорошей компании сетевого маркетинга, вы можете делать больше денег, чем люди, которые вас пригласили, будучи более продуктивным. Ты уверен, что это не является пирамидой? Да. Откуда такая уверенность? В пирамиде ты делаешь деньги, привлекая других, и там не продукты или услуги. Это по-прежнему звучит как пирамида. В законных компаниях сетевого маркетинга вы делаете большую часть или все деньги от людей, использующих продукты вашей компании. Это по-прежнему похоже на пирамиду. В чем именно? Потому что когда вырисуется это, выглядит как пирамида. Как это связано? Ну, мне просто кажется, что это пирамида. Пирамида. Если ты нарисуешь схему руководства компании, в которой ты работаешь, какой формы она будет? Пирамида. А если нарисуешь то же самое теперь с церковью, какую фигуру увидишь? Пирамиду. А если ты нарисуешь структуру управления нашим государством, на какую фигуру это будет похоже? На пирамиду. Ты улавливаешь мою идею? Да. Я и понятия не имел, что вокруг столько пирамид. О, боже! Ты действительно думаешь, что можешь заработать в своей пирамиде? Согласно Департаменту труда и Ассоциации прямых продаж, с тем же временем и усилиями у меня в 35 раз больше шансов заработать более 100 тысяч долларов в сетевом маркетинге, чем на моей отстойной работе. Да. Я ненавижу свою работу тоже. Именно поэтому каждый день играю в лотерею, ставлю на 16, 22, 84. Может тебе тоже следует начать свой бизнес, вместо того, чтобы оставить свое будущее на волю судьбы? Но я слышал, люди говорят отрицательные вещи об этом. Кто например? Мой брат. Он богат? Нет. Имеет ли он собственный бизнес? Нет. Считаешь ли ты его надежным экспертом по этому вопросу? Нет. Считаешь ли ты его надежным экспертом в чем-либо? Не совсем. Но почему некоторые говорят, что сетевой маркетинг не работает? По той же причине, что некоторые люди думают, что социальные программы нашего правительства стабильны, общее невежество. Существуют ли надежные эксперты, которые поддерживают сетевой маркетинг? Слышал ли ты о Роберте Киасаке, авторе самых продаваемых бизнес-книг всех времен? Нет. Он большой сторонник сетевого маркетинга. Он называет его совершенный бизнес. Ты слышал о Дональде Трампе? Да. У него смешная прическа. Он также является большим сторонником сетевого маркетинга. Ты слышал о Варине Баффете, самом успешном инвесторе всех времен? Нет. Он тоже поддерживает сетевой маркетинг. Ты считаешь эти люди более надежные эксперты, чем мой брат? Да. Я до сих пор думаю, что это лохотрон. Ты издеваешься надо мной. Ты слушал вообще, что я тебе говорил? Да, но мне до сих пор кажется, что это пирамида. Пожалуйста, объясни свои аргументы. Мне просто кажется, что это пирамида. Я, пожалуй, пойду. Нет времени. Подожди, а ты разве не собираешься пригласить меня в бизнес? Нет. Почему нет? Мне казалось, ты сказал, что это лохотрон. Я говорил, но я хочу присоединиться прямо сейчас. Я бы лучше закрыл глаза и перешел через шоссе, чем работал бы в своей команде с таким некомпетентным идиотом. Может, давай поговорим позже? Вряд ли.